Привет, меня зовут Ира, и в этом видео я расскажу, что такое мехенди и как правильно называется. Многие говорят Менди, Мухунди, Мехенди, Хена, и в этом видео я как раз расскажу, как правильно и что это такое. Если вы загуглите, то найдете информацию о том, что мехенди — это древнее искусство росписи хной по телу. Кто-то может найти информацию о том, что это искусство Индии, и да, и нет. Почему? Потому что мехенди сейчас рисуют уже не только хной, но и краской, и джагой, и гелем, могут смешивать какие-то материалы и получать другие оттенки. И еще это не обязательно индийское искусство, могут рисовать и реалистичную ботанику, портреты, абстракцию, минимализм и даже эротическое мехенди, которое подчеркивает фигуру девушки. Но чтобы вы не запутались, давайте начнем с истоков. Я не буду вам рассказывать непроверенные слухи, буду говорить вам только то, что доказано учеными или изучили сами мастера, путешествуя по тем странам, где зародилось искусство росписи хной и традиции, связанные с ней. Мехенди, а не мухунди. И некоторые, знаешь, такие пытаются, типа с акцентом, такие... Мехенди? Мехенди? Как там у вас там? Мехенди? Мехенди. Традиционно мехенди рисуют хной. Называется это искусство «Ме-хенди». Не «Мехенди», «Мехенди». Так называют у нас в России. Это грамотное название этого искусства. Можно назвать «менди», можно назвать «хэна». «Мехенди» с «хинди» переводится как «хна». Если мы называем «хенна», то это на английском переводе, то есть с английского языка «хена». Переводится тоже как «хна». И если мы показываем рисунок, англичане скажут «хенна», то есть даже рисунок у них тоже будет переводиться как «хна». Порошок хны делают из кустарника лавсония, который растет преимущественно в жарких странах, таких как Марокко, Судан, Пакистан, Индия. Соответственно, там, где и растет лавсония, там и развилось это искусство росписи хной. Так как культура у каждого народа разная, то разные и стили, и традиции, связанные с хной. Но есть и общее в использовании хны в каждой стране. В каждой стране ее выращивают как красильное и лекарственное растение, окрашивают ткани, используют для лекарств, а из соцветий делают духи. Также нихенди в каждой стране является свадебным рисунком для невесты. Три самых известных стиля – это марокканский, арабский и индийский. Так же, как и культура каждого народа, стили также отличаются друг от друга. Например, марокканский – это стилизованная геометрия, которую рисуют для защиты от сглаза и порчи. Арабский – это только цветочный орнамент, который рисуют только для красоты, и он не имеет каких-то обозначений. А индийский стиль – самый сложный и плотный орнамент, в котором рисуют и божеств, и животных, и людей, невесте, а иногда и жениху, для того, чтобы сделать их брак счастливее. Считается, что этому искусству больше пяти тысяч лет, потому что археологи нашли мумию в Египте, на волосах, ступнях и ладонях которой нашли следы хны. Также есть разные писания, в которых упоминается хна. Эти писания от народов, которых уже не существует, настолько они древние. И представляете, прошло уже пять тысяч лет за это время, насколько могло поменяться это течение, сколько традиций могло смениться, как могло измениться само искусство. Художники Мехенди путешествовали, передавали этот навык из уст в уста. Кто-то создавал новый стиль, кто-то применял его, кто-то вдохновлялся традиционной культурой другого народа. И так появлялись новые стили, смешивались стили и появлялись новые традиции. Поэтому сейчас сложно сказать, к какому именно стилю относится тот или иной рисунок Мехенди. Потому что художники вдохновляются современным творчеством, они экспериментируют и изобретают что-то новое. Химия и косметология тоже развивалась, и со временем появились краски. Сейчас очень популярна так называемая белая хна. Но это не хна, это белая краска для тела. Для нашего менталитета она очень хорошо подходит, потому что Мехенди изначально это свадебный рисунок. А для наших невест в белом платье отлично подходит свадебный рисунок белой краской. Буквально в начале этого века европейским людям стал известен еще один материал. Это джагуа гель. Это краска, которую делают из фрукта генипа американо. И он растет только в Южной Америке. Как краску для тела его используют племена из Южной Америки. И вот эта краска добралась до мастеров Мехенди. Они начали экспериментировать, и темный чернильный цвет позволяет сейчас делать временные татуировки. Многие даже не различают настоящая татуировка или рисунок. Некоторые мастера также смешивают хну и джагу, и получается новый материал хенго. Он позволяет добиться более темного шоколадного цвета. Так же, как и хна, он держится на теле примерно две недели. Но является ли этот рисунок мехенди, а также является ли рисунок белой краской мехенди? Я так не думаю. Для меня мехенди – это именно рисунки хной. Но все, что рисуется джагуа гелем, белой краской, я уже отношу просто к рисункам на теле, либо к временным татуировкам. И вы просто подумайте о значении слова мехенди или хена. Это именно хна. И переводится как хна. Не джагуа и не краска. Мастер мехенди мешает хну всегда самостоятельно. И если вы не знали, то хна всегда имеет только коричневый цвет. Он может немного отличаться в оттенках, но он всегда только коричневый. Мастер мехенди мешает хну, рисует на человеке, а человек уже смотрит, как он постепенно проявляет свой цвет. Цвет один, но он зависит от многих факторов. Это целая наука, погружаясь в которую нет конца. Я буду рада рассказать вам все, что знаю об этом творчестве на наших курсах. А в нашей библиотеке вы найдете множество статей об истории, связанных с мехенди. До встречи в следующих видео и на наших курсах. Пока-пока!